всем приветики и у меня третья последняя заключительная часть моих покупок с эквадора вот такая красота название цитроцидиум тоже не помню что это и как это но это что танцы темная молодой ростик идет один-второй не крупное растение стоило 10 долларов посмотрим не помню уже как цветет общем склероз следующая вкусняшка такая такой хорошенький тендробиум ладикезе 9 долларов он стоил такой хорошенький он все на один цветочек когда его покупала чем разрастется в общем будет свести красиво решу личке есть тоже отопьется интересно такой хорошенький еще один цветущий красавец но в какой-то части было река 100 цветущая здесь вот такой эпидендрум цветочек помялся не очень красивенький в общем эпидендрум иван портила смешное растение такое на блоке блок вот он запечатанную бумажку видно там хорошенький бутончики наверно подпрели в общем засунув террариум отопьется отойдет 15 долларов это растение стоило следующая красотка вот такая интересная орхидейка здесь был цветоносик красота вот название стоила она 15 долларов ну хорошенькая такая интересная елочка красотка дальше еще одна тут такая растение интересная вот так называются она чуть-чуть тянула листочки на листика отпала а так ничего не конечно вот эти подсушенные наверху были все такие влажные а вот эти вот влаголюбивые подсушенные буду отпаивать остаток от цветоноса засохший цветонос это стоило я не помню что то она на 10 долларов она стоила уже интересная ну да такие террариумные растения которые любят влагу ну конечно я же не могла пройти мимо драку вот такая дракула 35 долларов она стоила но она молодец она прям хорошая вот новый рост идет у нее она сухая вот туда же еще один новый рост вылазит она сухая но никакого листочка не потеряла прям такая бодрячком хорошенькая и еще одна дракула вот так называется 18 долларов стоила и тоже такая хорошая листочки не теряет новые ростики у нас тут идут еще вот нет красота хотя сухая сухая здесь будет цветонос хорошенькая вот я дракулы люблю больше они как-то более выносливые чем маздывалии с маздывалиями я вообще не дружу с дракулами замечательно и еще одна дракула вот с таким названием гигас ксантина это желтая дракула стоила 25 долларов тоже хорошая бодренькая дракулы молодцы прям выдерживают и пересушки и просушки и все что угодно а маздывалии умирают я сколько пыталась маздывалии чем никак не получается еще одна мечталка ко мне пришла вот такой бульбофилум треши трешай в общем я о нем тоже давно мечтала увидела как-то у людочки на канале орхидейный коридорчик и все и мне он не давал покоя и вот я его нашла и сколько он стоил 20 долларов он стоил вот такой красавец он был с цветочками когда вы покупала вот остатки его цветоносов надеюсь у меня адаптируется в террариуме будет не цвести красивыми висюльками красными красавчик любовь моя а вот этому товарищу не понравилось посылки я вот только распаковала он потерял половину листьев побросался в общем вот так он называется растение интересное у него вот такие вот мохнатые цветоносы но они уже отсохли к сожалению в общем вот такой мохнатый цветонос и на нем вот тут наверху появляются такие желтые цветочки звезды с такими коричневыми но оранжево-коричневыми кончиками очень красивое растение очень интересная буду пытаться его отпоить потому что но он еще наверное потеряет пару листиков но красивую новую листья с другой стороны такие вот бордовые рост и бордовые а сверху он такой зелененький интересная растение очень надеюсь что адаптируется было бы очень жалко еще одна мимишка ну такая не совсем прям мимишка мы маленькая вот такая вот 10 долларов стоило не помню уже как она цветет ну что-то мне понравилось мне тоже такая хорошенькая посмотрим как она процветет к сожалению я постирала все скриншоты не знаю почему теперь придется ждать цветение еще один долгожданный бульбофилум вот такой вот такие желто-оранжевые цветочки 20 долларов стоил остатки цветоноса ну такой крепенький с новыми ростиками хорошенький мне нравится как с эквадора приходят в основном всегда хорошие растения очень редко когда у меня бывает что что-то там ну посыпется там несколько листиков у некоторых вот так в принципе нормально все и еще один посыпашка которому тоже что-то не понравилось чем посыпал полкуста примерно как только с упаковки вытащила так он все посыпал вот такое название стоил 10 долларов симпатичные цветочки мелкие вот остатки цветоносов конечно очень сухой сухой прям вообще в хруст ночью сейчас буду отпаивать хорошенькое растение тоже листики такие интересные красненькие симпатяшка я люблю такие мимички минички разные в террариуме для разнообразия красота вот такой масштаб бедствия у меня тут получился по-другому это никак не назовешь 42 растения к сожалению одно растение они забыли в эквадженер и положить ну ничего я им напишу они пришлют его в следующий раз это без проблем если кому-то интересно как покупать растения в эквадоре пишите сделаю видео подробно потому что эквадженер отправляет везде по всему миру и в россию и в украину только нужно знать какие какие месяцы ну то есть в какие даты швейцарию нам отправляют два раза в год поэтому я заказываю растения собираю ты в течение полугода и потом в общем один раз полгода отправляют в общем пишите и если кому интересно как я буду это все сажать тоже пишите сделаю видео на этом я буду с вами прощаться в общем кому понравились такие видео ставьте лайки всем пока пока и до скорых встреч